Хотел бы начать с вопроса, который сейчас с темы, который сейчас циркулирует в общественном пространстве, что на самом деле задержаны не те террористы, которые напали на Крокус-Сити-Холл, потому что не соответствует тому, что видели на кадрах, профессиональное передвижение, с тем, что последовало потом. Есть ли у вас сомнения в том, что задержали именно тех людей, которые совершили этот теракт в Крокусе? Вы знаете, я твердо знаю две вещи. Если российские офицеры и власти спецслужбы знают, как точно, значит, это не так. То есть это проверено уже десятилетиями. И вторая вещь, конечно, я не могу комментировать ничего из террористического, потому что я совершенно не спец. Но то, что случилось на самом деле, мне кажется, случилось две важнейшие вещи. Первая важнейшая вещь — это, конечно, я бы сказала так, операция уха, отрезание уха, вкладывание его в рот, вот это всё пытки на камеры и моментальное распространение этого всего. Вот это, конечно, вообще неожиданно такого не было. И совсем ещё недавно, помните, совсем ещё недавно запытки увольняли. Совсем ещё недавно запытки, это был 18-й год, когда был первый скандал с пытками. Новая газета тогда опубликовала кадры. Валентина Матвиенко заходила на трибуну и требовала реформирования системы, которая допускает пытки. Совсем недавно принято было закон о противодействии пыткам. Ну, то есть это вообще как-то права человека, вот это вот всё. И тут же людей награждают. То есть всё-таки эта черта передана, черта с правом, с правами. Она передана, и дальше эти уши будут сейчас улететь очень у многих. И вторая вещь, это, конечно, совершенно безапелляционное объединение Украины. Здесь даже дело не в справедливости, не в справедливости, а дело в том, что... Знаете, какая ситуация? Эта ситуация... Бежит полиция на крики ночью, видит труп с ножом в спине, видит свидетеля и видит убегающего, судя по всему, убийцы. И свидетель, муж, наверное, жертва, да, показывает другую сторону, говорит, он туда побежал, туда побежал. И полицейские бегут в другую сторону, они не поймают убийцу. Вот это то, что делает сейчас Путин. Зачем? Чтобы не поймать убийцу? Ну вот здесь как раз по поводу Украины, потому что сегодня Патрушев, глава Совбеза Российской Федерации, ему задали вопрос, ИГИЛ или Украина, он сказал, конечно, Украина. Есть цитата, это видео доступно. То есть они уже определились, на кого повесить этот теракт. А для чего им это нужно, учитывая, что у них и так развязаны руки? Зачем им создавать совершенно нелепую конструкцию, которая просто разваливается, даже если посмотреть на нее невооруженным взглядом? Зачем они это продвигают? Только Патрушев Бортников еще так-то развернуто сказал, почему это Украина. У пропагандиста Зарубина это в Телеграме, еще так музычка подложена, на подложечку такая тревожная, звучит тревожная музычка. Ну, во-первых, о всем всегда должна быть виновата Украина. Оно, конечно, никак не складывается. Ну и надо сказать, что, ребят, это ИГИЛ. ИГИЛ замучился орать, что это я, это я, это я, я ИГИЛ. Но мы же знаем одну вещь, по крайней мере, совершенно точно про ИГИЛ, что мы все для них крестоносцы, мы все для них неверные. Украинцы, русские, американцы, французы, мы все одинаковые. Они не видят разницы между русскими и американцами, между русскими и украинцами. Разница для ИГИЛовцев. Нет, мы все неверные. А тут еще и зеленский еврей, да, между прочим. Какая может быть коллаборация? Это ИГИЛ. Это не, не знаю, это не шах ирана в отставке. Нет. Это другое. И, конечно, то, что мы видим, это, безусловно, еще и, это назвал вам Аркадий Дубнов, произошедшего рекламной акцией, и я не могу с ним не согласиться. Это рекламная акция ИГИЛа, которая очень сильно удалась. Что вот мы можем вот так, вот так, вот так и вот так. А вот эти какие-то странные люди еще что-то добавляют к нашей рекламной акции. Ну, уйдите, это наши рекламные акции, это какие-то очень смешные. И если вот так к этому относиться, на самом деле, что снижать стоимость, да, ИГИЛа, что все это Украина, что, конечно, вообще нелепо. Тогда ждите повторения, ждите повторения. Здесь просто скорее даже вопрос, для чего еще Путину и его силовикам, ну, для чего им еще какие-то поводы. Вот, то есть они уже делают в Украине все, что могут. Просто есть пределы, потому что, ну, дальше армия не может идти, потому что у них хватает ресурсов. Но если бы они могли, они бы, скорее всего, пошли. Зачем им вот еще какой-то дополнительный повод обвинить Украину? У них же уже нет никаких тормозов в этом смысле. Ну, нет пределов. Ну, смотрите, Вадим, у нас же как? У нас же вот на прошлой неделе внесены в уголовный процессуальный кодекс и в уголовный кодекс вот эти вот статьи, которые позволяют брать людей на войну, сразу забирая их с теплого трупа. Вот с теплого трупа сняли, надели наручники, значит, подписал, ну, и пожалуйста. И можно это сделать несколько раз. И это внесли в УК и УПК, а это почти... То есть выше кодекса, то Конституция. То есть теперь это все внесено в кодексы. То есть Путин собирается воевать очень много лет. Вообще очень и очень много лет, просто эта норма внесена. Вообще много лет. Не факт, что в Украине, но факт, что воевать он собирается. Дальше, не знаю что, я бы там, Приднестровье, Латвия, Литва, Эстония, Польша. Все это такое, он много раз это говорил, Медведев это много раз говорил. Он не собирается останавливаться. Для того, чтобы не собираться останавливаться, надо все время быть в тонусе, чтобы народ был твой в тонусе. В тонусе народ, вот враги обозначены. То есть более того, не просто обозначение врагов. У нас же идет все время накал, накал. Еще сильнее ненавидеть, еще сильнее. И сегодня говорил Патрушев про Украину и Бортников. А вот вчера я послушала Путина, и он рассказывал, как украинские изверги бомбят российскую энергетическую инфраструктуру. И вот, ну правда, слушаешь и думаешь, про Гибельство думаешь, чем чудовища не ложь, тем легче в нее верят. Вот перевернуть все наоборот и говорить наоборот. Ну, наверное, наверное.